Принятие новых нормативов неизбежно приведет к значительному подорожанию квадратного метра жилья в новостройках. Чтобы вписаться в него, застройщику необходимо будет предусматривать в разы большее количество парковочных мест. И учитывая дефицит земли в Сарове, возможно, это будут подземные или отдельно стоящие многоуровневые паркинги. Если применять предложенные вами параметры, то их в Сарове выполнить нереально. А если выполнить нереально, возникает элемент чего? Изменения. А изменения, кем вносятся изменения? Вот здесь, кто-то уже говорил, Алексей Владимирович, по-моему, здесь уже элементы коррупционной составляющей. В предлагаемых нормативах все жилье поделено на четыре категории. Бизнес-класс. Для него по документу предусмотрено два машиноместа на квартиру. Эконом-класс – одно и два машиноместа. Муниципальное жилье – одно место и специализированное. Показатель 0,7. Пешеходная доступность парковок от 800 до 1000 метров. Обратили внимание? Вот здесь написано «эконом-класс», который отменил президент. Отменил. Здесь уже заложено априори неверно. Распространяются ли ваши документы на зону сложившейся застройки. Если я хочу расширить проезд, чтобы сделать парковку, а у меня нет реальных условий, как быть? Значит, ваши нормативы – грош цена. Вот эти два машиноместа в бизнес-классе, один и два машиноместа в эконом-классе и так далее, они могут быть в том числе и за пределами земельного участка, находясь в зоне пешеходной доступности, так? Требуемое для объекта количества машиномест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под инструкцию. И этот пункт ровным исчетом есть и региональный норматив. Поэтому ничего нового. А это пешеходная доступность? Почему? Вдруг у вас большой земельный участок. Нормативы градостроительного проектирования – это важнейший документ, который определяет минимальные показатели обеспечения населения объектами местного значения, а также максимально допустимый уровень их доступности. Говоря проще, именно этот документ диктует, сколько в городе должно быть школ, детских садов, поликлиник, спортивных залов и так далее, и каков радиус их доступности для горожан. Эти нормативы для Сарова начал разрабатывать в конце прошлого года проектировщик из Волгограда. В ноябре 2017-го он получил от нашей администрации техзадания, пожелания и предложения и приступил к работе. Мы будем проводить встречи, общественные обсуждения с разработчиками. Мы будем задавать личные вопросы. В последние месяцы, когда они услышат нас, мы слышим, соберем заключение, они разработают какие-то новые документы. В итоге единственной встречей с проектировщиком оказалось заседание Думского комитета, на котором проект местных нормативов градостроительного проектирования был представлен депутатам уже к утверждению. Вот он сейчас разработал, нам осталось, вам осталось его утвердить. Здесь первый раз? Нет. Первый? Я не без памяти сюда хожу. Вы чего? Первый? Коллеги подтверждают первый раз. И при этом первом подходе к итоговому документу у присутствующих возникло множество вопросов. Прежде всего, если местные нормативы разрабатываются на основании региональных, то в чем их принципиальное отличие? Впрочем, четких ответов добиться не удалось. Муниципальное образование, у них есть своя особенность, какие-то там климатические особенности, особенности даже демографии, например. А какие особенности у города Сарова, которые вам администрация предоставила, наверное, в том числе ОМТЗ? Рабочая миграция, да. Рабочая миграция, да, это понятно. Ну, то есть обычно это... В каком проценте, в какой цифре она как-то выразилась? Сколько? Тысяча, двести? Вот сейчас не скажу, к сожалению. Вопросов к проекту документа возникло столько, что выносить на заседание Думы его рассмотрения народные избранники не решились. Было предложено все замечания направить проектировщику в письменном виде и после ответов на них вновь собраться и обсудить нормативы градостроительного проектирования. По-умному при Думе или при главе города должен быть хотя бы общественный градостроительный совет, который бы внимательно все прочитал специалисты. Значит, и депутатам выдал цели, задачи, механизм применения. Вот мы находимся сейчас в этой точке. А вот эти нормативы позволят нам достичь коммунизма, будет жить комфортнее и лучше людям. Для чего мы их принимаем? Я не вижу. Мы ПЗЗ, когда утверждали, ну давайте, это стыдобище было, на комитетах мы их отклонили. Собрали фракцию Един России и с голоса их приняли. Стыдоба. И вот сейчас нас толкают по этому же пути, не читая, поднимите руки. До следующей думской сессии депутаты вновь вернутся к обсуждению местных нормативов градостроительного проектирования на одном из заседаний комитетов. Решить судьбу документа они планируют уже в ближайшее время. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Иди, не еду.